Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Депутат от КПРФ Николай Орефьев предложил увеличить рабочую неделю. Расстат отчитался о снижении уровня бедности россиян. Расстат от КПРФ Николай Орефьев опубликовал сообщение о предложении депутата Госдумы от КПРФ господина Орефьева увеличить рабочую неделю до шести или даже до семи дней. Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи. Потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем, заявил Орефьев. Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет. И, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет невостребована, считает парламентарий. Член партии, называющий себя коммунистической, продемонстрировал всем и вся то, что давно было понятно грамотным людям. КПРФ – это откровенно буржуазная партия, ставящая своей целью защиту интересов правящего буржуазного класса. Причем так явно, что представители других буржуазных партий на фоне КПРФ теперь выглядят защитниками трудящихся и родителями их интересов. А еще могут очередной раз обвинить коммунистов во всех смертных грехах. Хотя настоящих коммунистов в КПРФ нет и быть не может с такой программой, в которой нет ни слова о диктатуре пролетариата. Увеличить зарплату, считают в КПРФ, можно только за счет роста себестоимости, а никак не за счет снижения прибыли капиталиста. И работать нужно как можно больше, чтобы, не дай бог, из-за всех этих кризисов капитал не пострадал. Откуда в стране в мирное время взялась разруха, господин Орефьев скромно умолчал. Но разруха есть. И справиться с ней можно, только повысив производительность труда, а не его интенсивность. А производительность труда повышается не закабалением наемных работников и не переходом на патагонную систему 12.7, а инвестициями в производство средств производства. Оставим ставленникам капитала в Госдуме право самим разбираться в том, кто из них круче защищает народ. А то у них получается, что на одной стороне полюса нам надо поднимать экономику, а также около 270 миллионов человек столкнуться с потенциально опасной для жизни нехваткой продовольствия. А на другой российские миллиардеры с начала года разбогатели почти на 40 миллиардов долларов, а также состояние 24 богатейших россиян превысило рублевые сбережения всего населения страны. Рабочим не стоит обращать внимание на эти предвыборные кривляния и споры. Нужно сосредоточиться на том, чтобы объединяться в трудовых коллективах и защищать свои коренные интересы. Бороться за сокращение рабочего дня до 6 часов с сохранением и увеличением заработной платы, за улучшение условий труда и развитие производства. Росстат в очередной раз радостно отчитался о снижении уровня бедности россиян. Во втором квартале текущего года, по мнению буржуазных статистиков, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,1%, что на 2% меньше, чем в начале года. Введение, цитата, «более жестких критериев назначения материальных выплат позволило снизить дифференциацию распределения доходов и, как следствие, уровень бедности», указывает статистическое ведомство. Видите, товарищи, как все просто. Изменили критерии, а, проще говоря, стали по-другому считать, кто бедный, а кто не совсем и потому не должен получать пособий. И сразу бедность снизилась. Не потому, что производство развивается и не потому, что зарплаты растут, а потому, что щедрое буржуазное государство теперь жестче определяют адресатов получения пособий. А его верный статистический помощник бодро подтверждает – верной дорогой идете господа. Хотелось бы надеяться, что подавляющее большинство рабочих не читают буржуазные СМИ, а особенно РБК, который опубликовал данные Росстата. Бравурные отчеты об успехах пусть читает буржуазия и радуются этой божьей рассе. Какие задачи – такие и отчеты. Президент месяц назад очередной раз поручил правительству увеличить продолжительность жизни и численность населения. И можно не сомневаться – по отчетам все увеличится. Но в реальной жизни победить бедность, увеличить продолжительность жизни и численность населения может только прогрессивный класс – пролетариат. Организуясь для экономической борьбы, переходя от экономической борьбы к политической, создав государство диктатуры и пролетариата. И только такое государство будет стоять на страже интересов всех трудящихся. С вами была Татьяна Воднева с коммунистическим приветом из Ленинграда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова